свежее приобретение джинсы именитого японского производителя full count пришло время их распечатать японский деним тема в которую можно углубиться достаточно основательно по крайней мере так и сделали японцы но я не японец я русский а мы русские как известно поэтому не могу обещать что я коснусь всех аспектов но постараюсь охватить максимальное число наиболее важных опорных точек в истории джинсовой промышленности японской джинсовой промышленности в частности золотая лихорадка в калифорнии в середине 18 века вынудила многих старателей отправиться на поиски драгоценной руды в то же время на запад собрался отправиться никому не известный выходец из германии по имени ливай страус тот узрев как работяки ползают в растянутых брюка с романными коленками и прохудившимися карманами ахнул и решил залечить кровоточащую рану рабочего класса придумав прочные брюки из брезента основная идея заключалась в том чтобы такая одежда была прямом смысле не убиваемой служила верой и правдой тем кто работает на золотых приисках угольных шахтах и могла выдержать любое испытание на прочность или на вшивость к счастью работяг не было предела так и появились на не всем известный ливайс в 1930-х американцы 501 ливайс уже не столько из соображениях несомненной практичности сколько из желания выдувать особым образом всем нравились ковбойские фирмы с женой воином в главных ролях и каждый американец хотел иметь на себе неотъемлемую часть ковбойской культуры и символ мультарского мала в 1934 появилась самая первая версия 501 для женщин позже 50-х джинсы вызывали явный гламурный статус и прочно закрепились уже на модельную помощь позднее соединенные штаты америки породили такие культовые брендли как ли ранглер коллинз и другие американская джинсовой продукции стала появляться на территории японии после второй мировой войны в то время многие американские солдаты оставались на территории страны восходящего солнца и имели привычку носить джинсы джинсовые куртки от ливайс тем самым ничто не могло помешать им перепродать свою одежду тем японцам которого этого которым этого особенно сильно хотелось достаточно скоро 50 60-е годы американские джинсы стали особенно популярны в японии во многом благодаря джеймсу бину и марлона брондо которые систематически появлялись на телеэкраны в портках из синего донима марлон брондо в фильме дикарь это вообще было нечто японцы сразу заметили фирменную кромку на джинсы главного героя джона страблера это как высоко были подвернуты джинсы и им тут же захотелось одеваться также проблема заключалась в том что достать джинсы в японии было невероятно трудно были японцы которые в 70-е специально уезжали в штаты лишь для того чтобы находить аутентичную джинсовую продукцию с целью последующей перепродажи у себя на родине в то время в японии был спрос особый спрос на 501 модель девайс который даже штатах очень сложно было найти новыми я даже знаю такую вещь смотрел сам специальный на американских ливайсовских каналах как старые японцы те которые уезжали в америку покупать вещи у других американцев давали интервью и говорили о том что могли прямо в штатах на улице увидеть какого человека начать ему ломиться потому что увидели на нем какой-нибудь вещь которая по их мнению ценится в японии очень высоко и пользуется особым спросом начинали к нему подходить просить продать какую-нибудь вещь там либо джинсовку либо джинсы если американец не соглашался то они добивали жертву прямо ставками на повышение то есть например там говорили даю тебе с джинсовку сороковник иди он за соседний мусорный бак прям снимает давай мне американец отказывался говорил не иди в задницу не хочу тот говорил 60 даю все равно не хочу в итоге там чуть ли не за сотку баксов отдавали там ценник за сотку переваливал разумеется такой одержимость как бы брала вверх и в итоге обе стороны оставались довольны сделкой единственное что американец уходил домой как правило голый японец с улыбкой от уха до уха японцы до того пришлизились джинсовой темы что некоторые почитатели могут по запаху или внешним признакам с точностью определять возраст монтажных образцов это им самим кажется едва возможным безумием но так оно и есть а в японских журналах иногда 10 страниц могут посвящено лишь одному типу кстати по данным самого левайса уж не знаю как им удалось это выяснить порядка 70 процентов все винтажные джинсы на сегодняшний день находится именно в японии в сети я видел как один японец давал интервью где он рассказывал о том как он на аукционе купил пару винтажную пару джинсов 501 модель 1900 года выпуска изрядно поношенной потасканной надо думать внимание за 10 тысяч фунтов что переваливает за миллион рублей сегодня в японии даже есть люди которые занимаются лишь тем что ремонтирует старые винтажные джинсы 50 и 100 лет недавно ремонтирует их весьма искусно и профессионально как мы понимаем и весьма не задешево японцы вообще такой народ который на мой взгляд пытается знать столько сколько не знает никто они вообще расширяют границы настолько насколько это в принципе возможно именно в этом мне кажется есть часть японского стиля жизни я где-то слышал что левайс до сих пор отшивает дорогие линейки своих джинсов например левайс винтаж лотвинг по заказу в стране восходящего солнца не могу быть убежден в том что это правда в том случае если меня смотрят истинные денимхеды буду признателен если блеснете в комментарии своими познаниями и эрудиции я думаю всем будет полезно разумеется с таким фанатичным отношением делу и такой степенью эстетической ценности которые японцы вкладывали в джинсовые вещи американские солдатики в самой японии не справились со стремительным и многократно возросшим спросом со стороны японской молодежи и попросту не имели возможности этот спрос обеспечить в результате спустя некоторое время американский производитель джинсовой продукции в их числе левайс они начали экспортировать свою продукцию в японию ставка была сделана на непомерный японский аппетит однако одна не сыграла искушенный японский молодняк посчитал импортируемые джинсы не только слишком дорогими но и лишенными характерны для более ранних версий продукции винтажные атрибутики вместе с тем производственники в штатах постепенно начали использовать гораздо более быстрые обновленные ткацкие станки и искусственные красители что положительно сказывалось на скорости объемах упускаемой ткани но негативно как и предполагалось на качестве в общем в то время как штаты были заняты снижением всех возможных издержек и максимизации прибыли японцы плотно занимались культивированием ремесленнического подхода к кропотливому процессу создания джинсов и возведением этого ремесла в абсолют бренд full count существует с 1993 года и входит в знаменитую пятерку из осаки еще говорят осака фаев в ту пятерку брендов благодаря которым феномен японского донима приобрела наибольшую популярность ники хару сужит основатель бренда full count прежде чем сделать свои джинсы перепробовал многие сорта хлопков в том числе из египта швейцарии америки и перу в итоге он решил что лучшим вариантом для его бренда станет африканский длинноволокнистый хлопок из зимбабве хлопок имеет фундаментальное значение для качества джинсовой ткани волокна зимбабвийского хлопка чрезвычайно прочные и длинные full count первым из японских производителей взялся делать джинсы из этого сырья еще в 1924 году длинноволокнистый хлопок собирается исключительно вручную без использования машины в результате сырье не получает каких-либо повреждений при сборе урожая и не содержит в себе всякого рода нежелательных инородных элементов в процессе сортировки хлопка наличие коротких волокон сводится к минимуму это делает текстуру джинсов более однородной ткань приятной на ощупь и более податливы в плане разношения японцы также считают что только джинсы изготовленные без фальсификации коими принято считать искусственной потертости его свечения материала различными химическими обработками могут считаться настоящими такой доним принято обозначать термином ро что означает сырой также его именуют такими обозначениями как ridged dry или unwashed все это так или иначе близкие по смыслу и значения прилагательные жесткий сухой свирепый суровый бескомпромиссный несгибаемый как по мне так это вполне неплохие описательные характеристики для настоящего дамского годника и от петого сукиного сына первоначальная пожеланность моей джинсов говорит о том что это one wash версия прошедшая фабричное замачивание и как следствие усадку one wash версия позволяет избежать дополнительных рисков с попаданием в размер так как такие джинсы при последующих стирках практически не будут давать усадку в сравнении с классическим сырым рода нимом не прошедшим процедуру предварительного замачивания типичный же сырой доним может давать усадку до 10 процентов после первой же стирки особого внимания заслуживает и технологии окрашивания джинсов японского происхождения натуральный краситель индиго активно использовался в японии задолго до 20 века индиго повсеместно юзов с и самураями они носили одежду окрашенную индиго под доспехами самураи считали что чернила индиго хорошо проявляли себя при ранениях и не позволяли бактериям ухудшить положение дел самый темный оттенок цвета считался цветом победы также считается что одежда окрашена натуральным индиго становится жестче более не восприимчивая к стойким запахом и достаточно неплохо отталкивает грязь и пыль натуральный индиго получает в процессе ферментации листьев растений индигофира полученная масса окисляется под воздействием кислорода далее она смешивается со специальными веществами высушивается на воздухе и затем измельчается в пудру процессе высыхания листья регулярно помешиваются работникам угодья для того чтобы они равномерно просыхали со всех сторон весь производственный процесс от посева семян до получения готового среза занимает примерно один год в отличие от натурального индиго искусственные красители проникают глубоко в нить но это не то чего хотя в стране восходящий солнце там зачастую предпочтительно такие способы окрашенные при которых нить в процессе обретает лишь поверхностное окрашивание это в свою очередь говорит о том что готовые джинсы впоследствии имеют тенденцию к красивому породистому состариванию по цветанию или фейдингу как это принято называть языком данным ходит через несколько месяцев носки в определенных местах покажутся характерные потертости его цветания на карманах проявится оттиски предметов которые у них не раз побывали спустя время благодаря рощеркам пера представляющим ваши привычки такой холст приобретает внешний вид который отражает вашу манеру написания картины и каждый новый день означает продолжение художественного процесса и передачу ваших творческих наклонностей кстати тут же фейдинг является причиной многочисленных споров относительно наиболее правильных способов стирки джинсов стирки в ходе которой не будет испорчен индивидуальный рисунок сам же процесс окрашивания выглядит примерно так отдельные пучки пряжи скручиваются между собой в канат канаты наматываются на цилиндры которые окунают в чан из красителя затем эти цилиндры достают под воздействием теплого воздуха краситель окисляется и принимает свой окончательный оттенок затем на конвейерной перегонной машине канаты вновь расплетают до отдельных нитей остается лишь подогнать их по размеру и на этом собственно все в отдельных случаях окрашивание нити может производиться и полностью вручную в некоторых случаях когда производитель намерен добиться более глубокого оттенка он прибегает к повторному циклу окрашивания принципиальная разница между изделиями окрашенными химическими красителями и натуральным индивиду заключается в том что что первый выглядит привлекательным сразу после окрашивания и некоторое время спустя а вот вещи окрашены натуральным индивиду начинают проявлять свою истинную красоту лишь со временем и за дня в день такой даним начинает казаться все более и более интересным и персонифицированным при производстве классического данима два типа нити смешиваются между собой нить основы окрашивается традиционной индивиду а вот уточная нить остается и вовсе не окрашенной по мнению самих японцев нет другого материала который претерпевал бы столь же различные изменения в процессе обработки именно поэтому для каждого производителя японского денима характерна своеобразная выработка и производственная технология что в конечном итоге становится фирменной текстурой джинсов особого внимания заслуживает и технология плетения ткани на старых челночных станках что в конечном счете и отличает японские джинсы от всех остальных такие станки не рассчитаны на преумножение объемов выпускаемой продукции что сегодня можно увидеть по всеми местным а скорее призвано обеспечить сохранение заданных критерий в качестве поэтому такое оборудование работает гораздо медленнее современных машин и способна пропустить через себя только более узкие по ширине по сравнению с современными станками полотна материал для сравнения примерно 74 сантиметра против ориентировочной 150 вместе с тем до ним сотканный на правильность танка как правило имеет более плотное плетение что в конечном итоге делает его более тяжелым прочным и долговечным непременно следует добавить что ткацкие станки старого образца прогоняя через себя ткань которая выходит с характерной детали к краям полотна внутренние швы готовые джинсы проходящие вдоль ног представляют собой края тканого полотна со своеобразной контрастной кромкой кромка переводится на английский звучит как селлыч отсюда пошло понятие селлыч дэни так что в определенном смысле уже само наличие на джинсах такой кромки является первичным признаком качества и говорит нам о том что скорее всего такие джинсы были сделаны в японии на станках старого образца в японии многим из тех кто работает на таком оборудовании уже перевалил за 65 нет ни школы не специализированных профильных курсов которые обучали бы работе на похожем оборудовании есть едва достаточное количество людей которые могут передать эти навыки нарабатываем десятилетиями новым желающим работающим на той же фабрике некоторые производители денима только ради передачи опыта следующему поколению ремесленников полностью разбирают свои станки и собирают их с нуля под ключ в противном случае может быть безвозвратно утеряна экспертность в лице будущих поколений вследствие чего будут утеряны рабочие места и продукт качества как таковы одна из ключевой джинсовых характеристик это плотность плотность измеряется в унциях на один квадратный ярд джинсы до 12 унциях можно смело отнести к легким подходят преимущественно теплое время года джинсы которые находятся в основном диапазоне от 12 до 16 унций можно отнести среднем подходит для среднего температурного режима то есть соответственно осень и весна и джинсы которые находятся в диапазоне от 16 и до 30 с лишним унций никак нельзя назвать кроме как тяжелыми и сверхтяжелыми потому что такой до ним в некоторых случаях даже можно в прямом случае назвать стоячим если такой такие джинсы взять и поставить на поверхность на пол они могут ну прямо-таки стоять потому что в некоторых местах практически несгибаемы до того плотно соткана ткань такой до ним может даже напоминать некоторых случаях на ощупь плотный плотный картон я выбрал для себя джинсы плотностью в 13,7 унции это можно отнести к легкой категории потому что хотел иметь возможность носить их в любую погоду хотя по-прежнему должен сказать что в летнее время года я скорее все-таки отдам свое предпочтение чиннессам как и прежде однако я взял легкие по плотности джинсы еще и потому что легкие джинсы они как бы не настолько ломкие как джинсы более высокой плотности и из-за этого они не подвержены столь контрастному фейду в местах заломов и так далее это джинсы full count модель 1108 эти джинсы предполагает средняя посадка и практически прямой крой штамм кстати под этим роликом в описании размещу ссылку на один из своих предыдущих роликов где рассказываю про различную посадку брюк там где достаточно глубоко ухожу в некоторые нюансы и закономерности которые связаны одна с другой тем кому будет интересно смогут запросто ознакомиться с материалом в общем я дал предпочтение более высокой посадки в этих джинсах потому что собираюсь носить джинсы в том числе с заправленными в них рубашками как я уже говорил а меня очень раздражает когда рубашки убиваются из брюк да и целом с некоторых пор просто полюбил более высокую посадку мне кажется более комфортный и интерес по верхним углам задних карманов со внутренней стороны присутствуют усиливающие медные заклепки заклепки на лицевой стороне пробиты с мясом это тоже можно считать одной из характерных деталей винтажных джинсовых традиций равны как и шлевки на поясе которые сделаны выпуклыми специально для того чтобы они имели возможность вытираться в процессе носки приобретать столь же желанную неоднократно неоднородность цвета на поясе присутствует кожаный патч из оленей кожи с изображением двух драконов разумеется ширинка на болтах почему разумеется да потому что первые джинсы родились с болтами и только много лет спустя начали появляться джинсы на молнии что удобнее вопрос дискуссионный пусть каждый решает для себя сам правда пожалуй следует все таки помнить лишь об одном нюансе если ваши джинсы на заклепках и достаточно плотно сидят и вдруг невзначай вас прибило по тяжелому можно с легкостью обесчистить свое доброе имя японские джинсы для неподготовленного человека это звучит примерно так же как русские ботинки японские джинсы это не та вещь которую производители пытаются продавать громкими маркетинговыми завалякухами фотографиями модели выменитых глянцев журналах телерекламой и обширной представленностью во всех возможных торговых точках для наибольшей узнаваемости японские джинсы продаются качеством и только это неиссякаемая вера в то что неотъемлемым обязательством каждого ремесленника является постоянное и регулярное улучшение качества качество которое уже возведено в разряд эталонного при этом любой японский ремесленник спросите вы его о том что же такое исключительное качество попорно склонив голову и смиренно признает что исключительное качество лишь служит образом и ориентиром для каждодневного и полномерного движения к новым столь же исключительным высотам следует отдавать должное вещам которые объединяют людей и приносят им радость и если на такое способна обыкновенная пара джинсов то должно быть это что-то да значит а 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 в а и а вот в